Привет, друзья! Вы на Форнакс ФИМ и сегодняшний выпуск посвящен тем, кто будет монтировать дымоход, выводить его через перекрытие в своей бане, либо в загородном доме. Обязательно коснемся всех нюансов. Как сделать проем, как сделать его безопасным, как пройти через кровлю и как защитить выход дымохода на крыше. Смотрим далее. Для начала, чтобы примерно понять конфигурацию будущего дымохода, рекомендую воспользоваться калькулятором дымохода сайта fornax.ru. Его предварительная смета со схемой поможет сориентироваться в том, какие элементы потребуются и сколько их будет. Да и в целом, такая схема – отличный инструмент для общения с монтажниками, ведь в нее всегда можно внести изменения, добавив или убрав тот или иной узел или элемент дымохода. Итак, рассмотрим классическую, самую простую схему – вертикальный вывод дымохода через потолочное перекрытие, дальше на крышу через чердак. Первое. Определимся с местом расположения печи или камина. Чаще всего отопительный прибор размещают в самой большой комнате – гостиной, в углу, у стены или реже в центре. В любом случае, сильно облегчит выход дымохода планирование места установки еще на этапе проектирования или постройки дома. Это нужно, чтобы на пути дымохода внезапно не возникли элементы потолочного перекрытия или части стропильной системы. Конечно, при необходимости обойти все эти дела можно – с переносом части конструкции или без, но это однозначно приведет к усложнению, а значит, к удорожанию монтажных работ. В итоге, камин или печь располагаем так, чтобы центр оси дымохода проходил по центру проема в потолочном перекрытии. Кстати, все печи-камины, а также дымоход и материалы для монтажа можно со скидкой заказать в интернет-магазине fornax.ru. Второй шаг – обеспечиваем безопасный проход дымохода через потолочное перекрытие. Можно не использовать готовое решение ППУ, а собрать его из современных термоизоляционных материалов. Например, для сэндвич-трубы 115х200 или 150х200 или около того будет достаточно проема размером 600х600 мм. В наших роликах мы уже не раз акцентировали внимание на этом узле и подробно рассказывали о том, как его формируют наши партнеры – монтажные организации. Чаще всего это три ряда пластин из минеральных матов Rockwell FireBuds, установленных попарно в распор, далее короб из силиката кальция или суперизола или любого другого аналогичного материала. После установки дымохода пространство между трубой и коробом заполняется минватой. Снизу короб закрывается стальным декоративным фланцем, под которым дополнительно прокладывается слой базальтового картона. Фланец крепится к потолку и, важно, если финишной части потолка еще нет, то необходимо учесть то, что между декоративным фланцем, закрывающим короб, и самим коробом не должно оставаться пустого пространства. То есть, если в доме предполагается, например, установка натяжного потолка, то стенки короба нужно выводить ниже на высоту предполагаемого уровня финишного потолка. Третий шаг. Нужно обеспечить дымоходу разгонный участок. Вернемся чуть назад. Дымоход в нашем примере утепленный – сэндвич. Но напомню, что любому устройству, периодически работающему в интенсивном режиме, требуется прямой разгонный участок дымохода. И чаще всего это монотруба. Или же устройство для дополнительного съема тепла типа лира или турбопар. Но этим элементом точно не должна быть сэндвич-труба, так как при интенсивной протопке первый участок дымохода и так термически нагружен, а в сэндвич-трубе внутренний утепленный контур будет перегреваться, и дымоход в этом месте может со временем выйти из строя. Четвертый важный пункт. Все места стыков к элементу дымохода должны быть на виду. Так что если соединение попадает, например, в проходной короб, конфигурацию дымохода следует изменить, нарастив трубу или чаще, как это бывает, укоротив ее. Пятое. Для вывода дымохода на крышу нужно демонтировать часть обрешетки, обеспечив пожаробезопасное расстояние, не допуская примыкания дымохода к легковозгораемым материалам. Шестое. Выходим на крышу и пока не установили последние метры дымохода, герметизируем место выхода, устанавливая кровельный проход. Этой процедуре мы посвятили отдельный большой ролик, вверху и в описании оставим на него ссылку, а пока идем дальше. Седьмой пункт, который на самом деле должен был быть одним из первых. Определяем высоту дымохода. Она рассчитывается по простому правилу, которое описано практически в каждом руководстве по эксплуатации печи или камина. Дымоход должен быть выше конька хотя бы на 500 мм при расстоянии до полутора метров от конька или же не ниже конька кровли при удалении от полутора до трех метров. Если дальше, то не ниже виртуальной линии под углом в 10 градусов к горизонту. Восьмой пункт. Устанавливаем оголовок. Это может быть зонтик или дефлектор, но важно помнить то, что если мы собирали весь дымоход, промазывая места стыков жаростойким герметиком, то последний элемент ни в коем случае герметизировать нельзя. Он должен при необходимости легко сниматься, чтобы впоследствии была возможность беспрепятственно получить доступ к внутренней трубе дымохода для чистки. Девятый пункт. Выступающая над кровлей часть дымохода подвержена ветровым нагрузкам и риску быть смятой при сходе снега. Поэтому дымоход нужно закрепить двумя распорками кровли. О необходимости крепить дымоход мы рассказываем каждый раз при удобном случае в наших видеоотчетах с монтажей. Подписывайтесь на канал. Последний десятый пункт. Если не сделали этого ранее, то нужно заполнить потолочно-проходной узел. Забивать его целиком базальтовой ватой не стоит, так как в этом месте дымоход будет перегреваться. Половины высоты проходного узла будет достаточно. На этом месте все. Делаем тестовую протопку и радуемся жизни. Итак, с проходом дымохода через перекрытие и выводом его через кровлю разобрались. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Ну и конечно же за дымоходом добро пожаловать в магазин Форнакс в Новосибирске и на сайт форнакс.ру. Ну а на сегодня все. До встречи. Пока!